Чебоксарское городское собрание депутатов, сокращенно ЧГСД. Какие решения принимают выбранные нами депутаты и какому это приводит результату? Обо всем этом в ближайшую минуту расскажу вам я, Ольга Пырочкина. В эфире программа «Местное самоуправление». Отныне в столице Чувашии будут действовать новые правила благоустройства. Их утвердили чебоксарские депутаты. О том, что это означает для города, далее. Новые правила благоустройства города Чебоксара. Один из основных документов столицы республики размером 80 листов. В целом в правилах отражены современные требования к формированию комфортной городской среды. Какой должна быть реклама, чтобы она не портила облик исторических зданий? Какие деревья следует сажать на той или иной территории? Как должны быть оборудованы родники? С одной стороны, новые правила отвечают на тысячи вопросов. С другой, увы, оставляют городские власти беспомощными. К примеру, перед теми, кто паркуется на газонах или бросает старые автомобили зимовать во дворах. С парковками на газоне там вообще очень сложная ситуация. До сих пор не принято еще и федеральное законодательство в этом плане. Сами депутаты надеялись на то, что в этих правилах мы пропишем так, чтобы можно было потом со временем и уже штрафовать, применять определенные санкции какие-то к нарушителям. Но сейчас мы не можем это сделать. К сожалению, должен сказать, что это можно считать лишь только первым шагом на пути к тем правилам, которые бы удовлетворили всех. Ибо на обсуждении нашей комиссии по городскому хозяйству мы с коллегами столкнулись с рядом вопросов, на которые разработчики этих правил, к сожалению, нам полностью ответить не смогли. По требованию контейнерных площадок, например, по содержанию газонов, например, к сожалению, мы сейчас не имеем возможности законно избавлять жителей нашего города от того автомобильного хлама, который загромождают проезды к подъездам, загромождают дороги. Так или иначе, плюсов для города в новом документе народные избранники, судя по всему, нашли больше. Большинством голосов правила благоустройства утверждены. Тема продолжим с председателем постоянной комиссии Чебоксарского городского собрания депутатов по городскому хозяйству Дмитрием Неконоровым. Дмитрий Валерьянович, здравствуйте. Добрый день. Ну вот новые правила благоустройства. Контроль за реализацией программы формирования комфортной городской среды. Завершение четвертого этапа по переселению граждан из аварийного жилья. Я знаю, что депутаты тоже часто выезжали на строящиеся объекты. Год у вашей комиссии получился очень насыщенный. Ну вот я бы хотела начать еще с правил благоустройства все-таки. Насколько вы довольны результатом, приняли? И вот все-таки мне не совсем понятно, что именно изменится в городе с введением новых правил по благоустройству. Ну, знаете, вот сразу говорить о том, что кардинально все поменяется, конечно, это неправильно. Вот сейчас мы перешли, наверное, к третьему этапу по правилам благоустройства. Первое – это было подготовительный, когда эти правила делались. Второе – когда мы проходили обсуждения непосредственно с горожанами. Потом были публичные слушания, и потом мы их приняли уже непосредственно на собрание. Вот сейчас будет третий этап. Там очень много регламентирующих норм самих правил благоустройства. А сейчас все-таки будем выстраивать уже непосредственно вот эти ветви, кто, зачем, когда должен следить. Потому что сейчас мы их приняли, но они, на наш взгляд, на 100% пока не работают. То есть это получается не просто список запретов, что можно в городе, что нельзя, а именно как раз механизмы. Конечно, да. Кто-то же должен еще все это и контролировать в том числе, да, отслеживать, насколько они хорошо выполняются. Поэтому там у рекламного отдела, да, у него свои нормы, свои правила, он должен где-то там отслеживать. У ЖКХ благоустройства, допустим, свои, и вот так вот дальше по цепочке. Поэтому вот нужно весь механизм выстроить, чтобы он как часы работал, для того, чтобы наш город жил по определенным правилам, чтобы люди знали, когда что должно быть, что можно делать, что нельзя делать. Там же еще и сроки прописаны, да, и там, допустим, документация какая-то должна даваться. Ну, там вот много всего, если вы посмотрите, правила довольно-таки объемные. Ну, вот я смотрела, это документ 80 листов, и обычно, когда смотришь документ, да, какие-то вещи ты, может быть, пропускаешь, да, мимо, на какие-то обращаешь внимание, или запоминаются какие-то отдельные определенные пункты. Вот для вас что это, что запомнилось в новых правилах, на что вы сразу обратили внимание по сравнению, например, со старыми? По сравнению со старыми? Да. Вот для меня, например, это то, что мы улицы, да, разделим на типовые исторические, что касается рекламы. Ну, честно говоря, ну, вот вы видите, опять затронули рекламу, и многие на этом тоже затрагивают внимание свое. Просто раньше этого меньше было прописано, а сейчас у рекламщиков они очень шагнули вперед. Очень много появилось терминов, которых не было раньше, и поэтому там серьезно очень большой блок прописан. Ну, можно сказать, что это тоже один из таких запоминающихся непосредственно в самих правилах благоустройства момента. У нас частные парковки появились, да, там муниципальные парковки, поэтому и это там тоже все прописано. А вот что касается рекламы, можем рассчитывать на то, что не только, да, появились термины, они вошли тоже в правила благоустройства, да, по эти новые билборды там и так далее, а то, что, например, в нашем историческом Арбате будет меньше каких-то, я не знаю, вывесок, да, или бегущих строк рекламных? Там это все регламентировано на самом деле, непосредственно по исторической части, и вот, кстати, для внимания наших телезрителей, наверное, тоже будет очень правильно сказать о том, что там сейчас прописано по световым потокам, как вывеска должна светить, особенно которая находится на зданиях. И как вообще на зданиях эти вывески должны быть отражены, какие там отступления должны быть. Ну, часто действительно жалуются люди, что, ну, чудо, да, с этим не светит. Когда включается, когда выключается, все есть. Потому что раньше были жалобы, и невозможно было на что-либо сослаться. Сейчас это уже можно четко сказать. Вот должно быть так. По дворам можно сказать, что там сейчас отражено, какие должны быть мусорные площадки, контейнеры. То есть, дополнили все-таки, да, этот пункт? Да, вот сегодня только что недавно разбирали, буквально там час тому назад, как раз, что есть дворы у нас до сих пор, где не поменяли контейнеры. Они до сих пор там непонятного вида, ржавые, где-то даже нет обозначения, кто является перевозчиком данного мусорного контейнера. Что тоже не соответствует нашим регламентам, не соответствует нашим правилам. А что решили? Вот кто будет все-таки огораживать, да, делать действительно крышу над вот этими баками мусорными, зачащие от управляющей компании? Ну, сейчас нет такого понятия, что крыша там должна обязательно быть. Крышки на контейнерах, они должны быть, да. Они прописаны, что у нас есть определенные стандарты для контейнеров. Считаем, что это будет правильно, потому что не должно быть так, что в столичном городе, что где-то они евроконтейнера, а где-то стоит, можно сказать, и бочка. Там обычная какая-нибудь. Кто сегодня сказал, что бочка не может быть контейнером? Ведь правильно? В правилах, видимо, прописано. А если кто-то поставит там обычную бочку и скажет, а у меня вот такой контейнер, и мы ему, получается, ничего сделать не можем, это же неправильно. Согласно. Вот, а когда есть определенный стандарт, определенные нормативы, можно сказать, друг, ты извини, но ты живешь по правилам благоустройства в городе, в котором ты проживаешь. Сделай так, как написано в правилах, и не будет к тебе никаких вопросов. Пока это на управляющую компанию ложится, вот если мы говорим прямо про контейнеры? Ну, получается, что да. Я знаю, что вы проводили круглый стол, который был посвящен долгам управляющих компаний перед ресурсоснабжающими организациями. Население платит более-менее исправно, да, ресурсников эти деньги, ну, частично доходят в неполном объеме. Что решили? Какое решение здесь может быть? Очень хороший вопрос. Конечно, он у нас с бородой уже тянется. Мы проводили круглый стол, это было примерно месяц тому назад. Мы собирали ресурсоснабжающие организации наши и собирали самых таких, можно сказать, злостных неплатильщиков с стороны видения города и с стороны видения самих управляющих компаний. Ой, ресурсоснабжающих организаций. Вот. Пытались понять, почему это у них происходит, почему они не платят. И непосредственно, получается, мы как там были, можно сказать, арбитрами на этом круглом столе, конечно. Потому что мы не можем сегодня влиять, у нас нет рычагов на то, чтобы мы сказали, так, допустим, управляющая компания, назовем ее любую, пусть чебоксары, ты сегодня идешь домой, вернее, идешь в свою организацию и сразу же перекидываешь деньги в управляющую компанию. Нет, у нас нет таких рычагов. Мы сегодня стоим в стороне и пытаемся помочь как с одной стороны, так и с другой стороны. Друг другом, чтобы они друг друга услышали, кто-то там заплатил деньги, не откладывал куда-то, не уводил эти деньги в сторону, не отправлял их на какие-то другие нужные, а непосредственно отдавал в ресурсоснабжающие организации. Важный момент, потому что потом, когда в ресурсоснабжающих организациях накапливается большой долг, они могут подать и на банкротство управляющие компании, они могут и свет отключить, и воду. Мы не хотим, чтобы в городе Чебоксары был такой коллапс. Пытаемся как-то налаять. В рамках круглого стола выяснилось, что да, есть такие управляющие компании, которые на самом деле деньги уводят где-то на какой-то ремонт, а где-то вообще непонятно куда это. Такое есть. Это для нас проблема. Еще один вопрос тоже о формировании комфортной городской среды. В конце октября стало понятно, что по ряду территорий, по ряду дворов провалены все сроки, качество работы. Некоторые работы оставлены уже до весны. Вот здесь депутатский корпус уже как будет воздействовать? Насколько подключится к контролю за реализацией программы? Я согласен с вами, что сроки были провалены. Эти сроки мы передвинули. Передвинули по какой причине? Во-первых, под конец уже окончания срока сдачи была непогода. И мы прекрасно понимали, что есть грязь, есть лужа. Если бы сегодня нам постелили бы где-то асфальт, он бы потом просто поплыл. Лучше переждать, чтобы они потом сделали. Хотя, с другой стороны, надо в любом случае сказать, что подрядчики, которые выполняли эти работы, они должны в будущие годы, если они хотят это сделать, немножко пересмотреть свои графики. То есть, стелить асфальт где-то пораньше, учитывая, что погодные условия могут их подвести. Это они должны все просчитывать. Ну, конечно, они должны были предусмотреть это в данном случае. Но есть все подрядные организации, которые вышли за определенные рамки сдачи своих объектов. К ним будут применены штрафные санкции. Это уже давно решено. Их об этом предупреждали. Поэтому все на их совести. Что главное волнует людей, они все-таки работу-то свою доделают? Да, совершенно верно. Работу они свою доделают. Есть контрактные обязательства. Поэтому благоустройство, которое они должны будут после себя сделать, это они обязательно сделают. Мы, как депутаты, вместе с общественниками, с общероссийским народным фронтом, с администрацией города, выезжали по дворам. Каждый двор у нас был проинспектирован депутатами. Мы сделали свое определенное замечание, где мы с чем согласны, где не согласны. Что показал наш объезд? Если в целом немножко подытожить, то получается такое. Где-то есть недоделки в плане асфальтировки. Потому что, когда мы ездили уже, была погода не очень хорошая, зачастую мы проезжали после дождя, мы видели, что стоят лужи. Притом они довольно-таки большие. Значит, асфальт уложен не по технологии. Луж быть не должно. Зачастую видели то, что не вывезли строительный мусор после себя. Хотя они должны это все сделать. Но я уж не говорю про траву, которую желательно там засеять. Ну и потом там такие моменты встречались. Кто-то не убрал действительно старые металлические конструкции, когда там торчит штырь буквально на земле рядом с детской площадкой. Но здесь еще, поймите правильно, что подрядчики, они выполняют свою работу непосредственно по контракту, который у них прописан. Вот те работы, которые прописаны, они это делают. А если где-то там торчит штырь, а у них это в контракте нет, они это могут не делать. То есть здесь еще работу на этом уровне надо вести? Конечно, это ведь двор, и там непосредственно должны уже выполнять работу сами управляющие компании. Вот этой взаимосвязки управляющей компании, жильцов и подрядной организации, которая делала и осуществляла работу непосредственно в каком-либо дворе, вот мы ее не увидели. И на будущее мы бы хотели, чтобы эта связка обязательно сработала. Ну что ж, я сказала в начале программы, что у вас был, у вашей комиссии очень насыщенный год, и я предполагаю, что следующий год будет не менее насыщенным. Ну, это однозначно. Спасибо. Я напоминаю, мы беседовали с депутатом Чебоксарского городского собрания Дмитрием Неконоровым. Бюджет столицы республики на 2018 и плановые периоды 2019 и 2020 годов обсудили на публичных слушаниях. Свои предложения, на что потратить средства, мог высказать каждый. Общий объем доходов бюджета города Чебоксары на 2018 год прогнозируется в объеме 10 миллиардов 198 миллионов 225,4 тысяч рублей. Собственные доходы прогнозируются в сумме 4 миллиарда 79 миллиона 202,4 тысяч рублей. Больше 10 миллиардов бюджет еще не наступившего 2018 года практически равен недавно уточненному бюджету на год нынешний. Это означает, что уже сейчас в городскую казну поступила большая часть средств из вышестоящих бюджетов. Какого еще не было, по крайней мере в моей памяти. Это хорошо. Многие средства, поступаемые с федерального бюджета и республиканского, когда они уже есть, мы уже можем готовить аукционы, конкурсы для того, чтобы привлекать уже подрядчиков для выполнения тех или иных подрядов. Впрочем, на удовлетворение всех потребностей городу денег опять не хватает, отметили городские депутаты. По их расчетам речь идет о двух миллиардах рублей. В 2018 году на территории города Чебоксара подлежат переселению 8 многоквартирных домов, признанных непригодными для постоянного проживания после 01.01.2012 года. И не включенных в программу, которая уже, кстати, завершилась. Ориентировочная стоимость переселения составляет 77,6 миллионов рублей. Стоит отметить, что мы эти деньги на 2018 год не заложили. Почти во всех образовательных учреждениях города необходимо провести замену оконных блоков на общую сумму 276 миллионов. Мы знаем, да, некоторые окна даже не могут помыть в садике, потому что они могут развалиться, не то что там открыть. Это опасно, это нужно. А еще нужны средства на дороге в частном секторе, замену ламп, уличных фонарей на светодиодные, ремонт муниципальных загородных лагерей, строительство очистных для ливневой канализации. Список бесконечный. Что из этого включить в расходную часть, а на чем пока сэкономить, предстоит решить депутатам. Принятие бюджета запланировано на 21 декабря. Это была программа «Местная сумма управления» и Ольга Пырочкина. До свидания.